Дорогие друзья, всем доброе утро! У меня небольшая реплика, и это будет своеобразная такая третья часть по теме «Все власти, все начальства, а не все от Бога». Нет власти и начальств не от Бога. Я сегодня проснулась, я как курица лапой, глаза еще не были открыты, и я нацарапала то, что было сказано. Сейчас я постараюсь разобрать, что это нацарапало, но я потом над этим рассуждала, и это истинно, это на самом деле так. Очень многих мучает этот вопрос, некоторых мучает прямо этот вопрос. Бытует такая фраза, что мы достойны той власти и тех начальников, которые у нас есть. Сейчас, подождите, ну как это? Вы можете меня поправить. Как вот в мире говорят, что заслужили, то и получили. Но можно вот так толковать, да, вот. И действительно мы достойны той власти и тех начальников, которые нами управляют. И сегодня мне Господь сказал, почему это происходит. То есть Он как бы подтвердил, да, это так. Вы действительно имеете тех начальников и тех власти, которых вы заслуживаете. Хотя многие эту фразу отвергают, ну как бы убирают. Так вот, она тоже летала у меня, видала там она у меня в голове. Не сейчас, и вообще я об этом не думала. Не вчера я вот как бы поделилась с вами темой и полностью подтвердила всё это священным писанием. И думала, что, ну, на этом уже будет всё исчерпано по этой теме. О властях, о начальствах. Потому что там что спорить, с чем спорить. И первая часть у меня трёхлетней давности есть, и вторая вот недавняя, наверное, неделю назад, может, две, я не помню уже. Но Господь меня возвращает, Он мне просто напоминает вот эту вот мирскую фразу. И даёт мне понимание, почему это на самом деле так. И никто из вас сейчас, вот я озвучу, никто не будет спорить. Но мне так кажется. Мне так кажется. Вот что я пишу. Ой, тут, конечно, я царапала. Вот исчерпывающее совершенно слово в духе было мною воспринято. Если вам не нравится, допустим, по каким-то причинам, вы видите, что, допустим, у вашего директора, у вашего начальника, у человека, который над вами стоит и управляет вами, управленец, что-то у него не так, вы смиряетесь, потому что нет власти ни от Бога. Но Господь нам дал заповедь молиться за начальство и за власти. Господь вездесущий. Он видит. Он видит всех. И всё. Но получается, смотрите, если вы не воздаёте молитвы Господу за этого начальника, что Господь, я прошу тебя, обрати его лицо к нам, размягчи его сердце, дай ему понять, что он неправильно с нами поступает. Вы не начальнику говорите, он вас всё равно не услышит. И это вообще, это как бы нам, подчинённым, бывает и смерти подобно. Вот эта фраза сейчас, она вот в следующем сюжете будет смерти подобных. Это не говорит о том, что нас начальство убьёт. А многие люди так воспринимают Библию, если так написано, значит всё, всех, всем кирдык. Я просто сейчас вот эту реплику, и потом будет основной сюжет, как раз вот на эту тему. И если мы не молимся, если мы не просим, ну значит, мы и имеем, что имеем, что заслужили, мы не исполняем заповедь. А если мы постоянно говорим, вот Пётр Иванович там Сидоров, вот Пётр Иванович Сидоров, Господь, обрати своё лицо, обрати Господь на нашего начальника, на Петра Ивановича Сидорова, да благослови его, да дай ты ему мудрости, да дай ты ему разума, да дай ты ему любви в его сердце, ибо мы его подчинённые. Он не может так, он не должен, он ставленник твой, но обрати на него внимание, особое внимание. Вот он слышит Господь, понимаете, потому что в Библии есть и услышал, и услышал Господь стоны, понимаете, от земли, молитвы людские от земли. Есть такие стихи в Библии, что Бог услышал, услышал. Если бы мы вот так вот за этого, там, Ивана Ивановича, Петра Ивановича, там, или ещё кого-то, за президента, за этого начальника, за этого, если бы мы молились, если бы мы взывали к Господу для того, чтобы его изменить, чтобы сделать его настоящим руководителем, ибо ему вверены наши судьбы, наше здоровье, потому что наше психологическое состояние. Мы на работу должны, как на праздник, ходить, а мы иногда ходим, извините, ну да, вот так. Поэтому Господь сегодня мне сказал, а вы не молитесь за начальство и за власти, поэтому вы имеете то, что имеете. Вот так. Будьте благословлены, молитесь за начальство, молитесь за наши власти. Каждый день, понимаете, вот каждый день. И не нужно ждать определённого времени. Всё время. Всё время нужно молиться. Я сегодня молилась за своего заведующего отделением. Мне как-то вот, я вообще за него никогда не молилась, вот никогда не молилась за него. А мне Господь говорит, тебе самое время помолиться за него. Помолись-ка ты за Данила Олеговича. Помолись за него. Я давай за него молиться. Потом, значит, пошла Ирина Александровна заучья. Я давай молиться, благословлять её, чтобы всё было хорошо. За директора Татьяна Владимировна очень осторожный человек, очень осторожная. Она как бы очень многого боится как-то вот всё. Я говорю, Господь, придай ей силы, придай ей мужество. Она директор, она может решать вопросы. Она должна их решать. Помоги ей в этом. Понимаете, прям вот встала вот так вот и молилась за своё руководство в колледже. Никогда не молилась. Никогда. Потому что Господь мне сегодня сказал, так ты не молишься. Чего я буду менять, раз вас всё устраивает. Если вы не просите, вам не будет дано. Если мы не стучим, нам они откроют. Чего толку мы будем ставить около двери. Просто молча. Нам никто не откроет. Всего вам доброго. Будьте благословлены. Молитесь. Молитесь, и тогда будет всё хорошо. А сейчас особенно. Особенно. Не выходить нужно на баррикады. И не кричать, и не объявлять воины какие-то, ещё что-то. Нужно молиться за начальство. Поверьте, у нас нет силёнок справиться с этим совсем. А у Бога есть. Поэтому мы должны ему предоставить эту возможность. Он сказал, всё в моих руках. Но если мы вторгаемся в этот промысел, он отходит. Он говорит, ну ладно, пробуйте сами. А у нас не получится. Всё у Бога. Все рычаги у Господа. И да поможет Он нам приобрести мудрость. Мудрость свыше, чтобы понимать, как жить, как принимать всю действительность дня сегодняшнего. И да будет благословен день завтрашний. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Не душу, потому что я сейчас перейду к основной теме. И тема эта касается того, что многие люди кричат о том, что какой у нас жестокий Бог, что требует принести в жертву человека. И, значит, на все сожжения, значит, и тут дочь, и тут, значит, сына, и то и сё. Ничего подобного в Библии нет. А если такие фразы написаны, они не имеют прямого никакого отношения. То же самое, что я сказала фразу, уже забыла, какое я сказала, но это именно относится к тому, о чём я буду сейчас говорить. Либо ещё фраза «Я сгорел на работе, товарищи». Ай-яй, я сгорел на работе. Я сгорел. Я выгорела вообще. Я выгорела. Это что, человек себя на всесожжение, что ли, положил на алтарь и реально сгорел? Ну, люди миленькие, люди добрые. Понимайте, понимайте это правильно. Не слушайте людей и не читайте, не обращайте внимания. Они невежды. Они не понимают, чего они пишут. Ну, ладно, сейчас я всё подробно расскажу. До встречи.